От пациента началось месяц назад. Начал побаливать немного левой ТБС. Сначала только утром. Через неделю начал замечать при ходьбе. Сейчас больновато сделать первый шаг, когда посидишь. Боль почему-то в колени и на ступеньке больно подниматься. Боль в левом ТБС. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 36 лет дата исследования 5 мая 2023 года область исследования тазобедренные суставы на серии МР-томограмм, взвешенных по Т1,2 и протонной плотности с подавлением сигнала от жировой ткани в корональной и аксиальной плоскостях визуализируются структуры тазобедренных суставов. Соотношение костей в тазобедренных суставах не изменено. Правый тазобедренный сустав высота суставного хряща в наружных отделах головки, а также смежном участке полулунной поверхности вертлужной впадины умеренно снижена, структура суставной поверхности вертлужной впадины неоднородная с наличием хондральных дефектов. Определяется характерный полулунный дефект в верхней части головки бедренной кости размером 35 на 35 на 15 мм, с тенденцией к формированию секвестра. Отмечается субхондральный склероз наружных отделов вертлужной впадины. Целость связки головки бедренной кости не нарушена. Суставная губа, капсула сустава и укрепляющие ее связки не изменены. В полости сустава имеется умеренное количество жидкости. Левый тазобедренный сустав высота суставного хряща в наружных отделах головки, а также смежном участке полулунной поверхности вертлужной впадины умеренно снижена, структура суставной поверхности вертлужной впадины неоднородная с наличием хондральных дефектов. Определяется характерный полулунный дефект в верхней части головки бедренной кости размером 38 на 35 на 18 мм, с выраженной тенденцией к формированию секвестра. Головка бедренной кости с признаками тробикулярного отека, изменений по типу MODEC-1. Наблюдается субхондральный склероз наружных отделов вертлужной впадины. Целость связки головки бедренной кости не нарушена. Суставная губа, капсула сустава и укрепляющие ее связки не изменены. В полости сустава визуализируется умеренное количество жидкости. Интенсивность MR-сигнала от костей таза в зоне сканирования не изменена. Заключение MR-картина двухстороннего асептического некроза головок бедренных костей, более выраженного справа, двухстороннего умеренно выраженного синовита, остеоартроза правого и левого тазобедренных суставов, ай-ай стадий. Рекомендована консультация травматолога. 9 мая 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога с обоими тазобедренными суставами ситуации неблагоприятна. В них есть проявления асептического некроза головок бедренных костей, более выраженные слева. Из-за этого и боли, нарушения при ходьбе. Эта ситуация еще не завершена, требуется лечение у травматолога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова